Следующий вел, который мы будем собирать, это ванфоти. Это, наверное, самое интересное из того, что мне хотелось бы посмотреть. Я расскажу по поводу покупки в IT или каньона. Эти примеры тоже очень много приводили в комментариях. Там есть о чем поговорить. И об этом, конечно же, тоже стоит пообщаться. Расскажу о своем мнении и о опыте моих знакомых, которые уже покупали себе велы. И, конечно же, скажу, покупал бы я себе так вел или не покупал бы и по каким причинам. Сейчас я еще посмотрю на ванфоти. Это первая эмочка, которую мы собираем. Вот пока что мнение такое, что это что-то среднее между 120 и 160. Но сейчас мы ее соберем и полностью по порядку пробежимся. Чем отличается от 160, от 120 и вообще, что здесь стоит и какого она уровня. Ванфоти полностью собран. Я быстро пробегусь по всем запчастям, которые здесь стоят. И заодно буду сразу же его сравнивать с 160 и 120. Потому что это что-то среднее между 160 и 120. Начнем по порядку. Обода здесь стоят такие же, как и по сути в тех велосипедах. Это обода фирмы Jalco. 29 мм внутренняя ширина. Это хорошо. Они тюблесс-реди, так же, как и покрышки тюблесс-реди. Сзади стоит RECON. Ширина покрышек 27 на 2,6. Спереди стоит Minion DHR 2. Хотя вообще обычно говорят, что DHR это задняя покрышка. Ну и DHR, наверное, да. Говорят, DHF это передняя, а DHR задняя. В общем, если это задняя, то она почему-то стоит спереди. Вынос 50 мм. 35 мм ширина. Вилка-сектор воздушная с алюминиевыми ногами. И у нее есть ребаунд, блокировка. В общем, этот сектор уже новый. Он не такой, как был раньше. Раньше он был, напомню, с остальными ногами и без воздуха. Но это было очень давно, как говорят. Здесь стоит дроппост. Это радует. В отличие от 120 здесь стоят шатуны не NX, а десенденты с RAM. И в целом здесь стоит NX по кругу. Кроме шатунов на 12 скоростей. Переключатель тоже NX. Цена такого велосипеда практически такая же, как и у 120. Это 2300 долларов розницу в Украине. В других странах она может отличаться. В данном случае этот размер это NX. Он примерно идет на рост 175. Но мне со своими 180 было вроде ок. У Коли 183, он говорит, ему короткий. Задний аморди тоже с новой этой системой. Крепится прямо здесь, на промах шарниры. Классическая однорычажка. По всяким мелочам мне здесь понравилось меньше, чем на тех велах. Вот эта вот резинка, она такая какая-то попроще. Вот это вот, в общем, вот эти мелочи. Вот здесь вот тоже нет защиты, которая есть у 120. Пока что по мелочам выигрывает 120. И здесь так же, как и у 120, стоят 520 Shimano тормоза. Есть такое мнение, что они слабоваты в горах. Ну вот так вот, вроде норм нажимается. Ручечка маленькая, удобная. Такая, как мне нравится. Очень похожа на SLX, которые у меня были. Втулки стоят Shimano. Ротора под центр лок, спереди 180. То, что втулки Shimano это хорошо, то, что они не на промах, это, на мой взгляд, плохо. Ну и так же не на промах втулки означает то, что сзади ход у нее будет не сильно большой. По-моему, 25 градусов в ход у этой втулки. И кому-то все равно, вот мне, например, не все равно. Я люблю, когда ход поменьше. И обычно на втулках, которые на промах, там меньше, там около 15 градусов идет. У меня самые большие надежды возлагались на OneFot. Единственное, что мне в нем изначально не нравилось удаленно, это покрышки, которые на 2.6. То есть я не люблю широкие покрышки. Я бы поставил сюда на 2.35, такие же, как и на One20 или на One60. Но здесь они стоят 2.6. Так вот, когда я сел, не чувствуется, что они огромные. Но вот когда я катался на таких покрышках, я не мог нормально ехать ни вверх, ни вниз. Они меня тормозили. Но я знаю многих людей, которым нравится широкая резина. Я не знаю, то ли они по сыпучке много катаются, то ли просто подспускают, чтобы держак был лучше. Но, в общем, многие люди любят такие покрышки, поэтому OneFot, наверное, им хорошо зайдет. В целом, мои ожидания были, наверное, по OneFot больше, чем я увидел. Но вот по One20 они были меньше. Из всех велосипедов, которые мы пока что собрали, меня очень сильно впечатлил One20. Но One20 всего лишь на 130 мм ходов. И у нас, например, в Украине будут версии только с 29 колесами. Если вы хотите чуть-чуть больше ходов и чтобы колеса были 27, то, по сути, OneFot это будет отличной альтернативой. У меня тридцаточка. Короткий? Не. Не короткий? Или короткий? Л-ка. У меня рост 180, у Коли, по-моему, тоже 180. И М-ка... 183 у нас было раньше. А, у Коли 183, у меня 180. В общем, Коля говорит, что М-ка короткая, а Л-ка ему как раз. Я вот на М-ку сел по городу мотаться, мне бы М-ки в принципе хватило. Но, конечно же, если я бы брал один себе вел, то я бы брал Л-ку. Но, если у вас надо взять и вам, и жене, и она чуть-чуть ниже, то можно взять М-ку и шейрить ее. Такой вот вариантик. По правде говоря, Ванфоти вдохновила меня меньше всего из тех велосипедов, которые мы пока что собирали. Конечно, нужно будет ее еще увидеть в ее следующих модификациях, конкретно в 800. Но, вот из того, что было, у нее, как я и говорил в первом моменте, в первом видео, когда мы собирали вел Антопеля, дело в мелочах. И вот у этого велосипеда вот некоторые эти мелочи, даже взять вот эту защитку, на которой она перепроклеена, она не настолько крутая, как была, например, у Ван Твенти. И всякие такие моменты уже после тех велов показались мне как бы простенькими. Знаете, вот там я был приятно удивлен, особенно, когда мы собирали Ван Твенти. В Ванфоте все казалось вот таким, как я себе изначально и представлял, то есть каких-то удивлений там не было. Возможно, конечно, потому что я уже насмотрелся, и это уже был не первый вел, который мы собирали. Очень важный вопрос задавали еще к первому видео по поводу покупки велосипедов из Германии, а конкретно прямые продажи из завода. Такие бренды, как Каньон и Вайти, наверное, самые популярные, и много кто покупает велосипеды таким образом. У меня лично таких знакомых немного, но они есть, и о их опыте я тоже немножко расскажу. И Вайти, и Каньон сами бренды очень хорошие. Лично они мне нравятся, я их видел вживую, и в принципе в мире, когда катаешься в каких-то байкпарках, они часто встречаются. Поэтому этот бренд хороший, его можно брать. Учитывая то, что продажа происходит напрямую, вы получаете хорошую цену. То есть если взять аналогичную, например, как мы даже показывали Мериду, за те же деньги можно найти Вайти или Каньон в лучшей комплектации, и это здорово. А теперь о подводных камнях. Первое, это то, что велосипеды находится не здесь, то есть за ним надо ехать или заказывать доставку, и я так понимаю, нужно включаться в растаможку. Я знаю, есть такие посредники, которые привозят, берут там какую-то стоимость, там 150 или 200 евро, и это неплохой вариант, если есть такой человек, который может привезти вам ее и помочь. И в идеале потом еще делать гарантийное техобслуживание предоставить. Но, если вникать в это все самому, лично я не сторонник такого и не хотел бы этого делать. Из тех знакомых, которые у меня покупали таким образом велосипеды, есть вот один пример, который катается на Вайти, довольно-таки нормально, и все у него хорошо. Один сезон, во всяком случае, он отъездил вроде как без проблем. И есть у меня другой знакомый, который тоже взял себе Вайти Капру, и два раза, если я не ошибаюсь, уже была она по гарантии, ездила куда-то там. И вот первый человек в этом случае остался доволен, а второй, насколько я помню из последних наших разговоров, не особо. Как минимум, я помню, что за год, два раза уже в трипах он был не на своем веле, а брал у кого-то, одалживал, брал прокатный, еще что-то, потому что его вел был в состоянии гарантии. Он то ли отправлял в Германию эти запчасти, там кусок рамы ему меняли, то ли он сам туда ездил, я не помню. Но, в общем, он с этим настрадался, и последний раз, когда мы виделись, он говорит, я больше не хочу. То есть, мне это принесло определенные проблемы, геморрой, и повторять этого я не буду. И поэтому буду что-то брать с гарантией, то, чтобы в случае чего можно было бы сразу здесь поменять, а не тратить свои трипы. То есть, если ты в год выбираешься три раза куда-то в горы, то из них два раза протыкать, потому что твой вел где-то там на гарантии в доставках участвует. Ну, это не очень прикольно. Ну, и важный момент, который лично для меня важен, это я никогда не владею вот сразу всей суммой, там, 3, 4, 5 тысяч долларов, так, чтобы взять себе велосипед. Свой трек я взял в рассрочку на полгода, и тоже с официальной гарантией. Я отдавал эти деньги, ну, постепенно, можно сказать, собирал их там, и мне так понравилось. Также я и машину покупал, и мне несложно. Я себе захотел хороший вел, я сразу взял его на достойной комплектации, выбрал вот то, что я действительно хочу, беру его и просто постепенно катаюсь и отдаю деньги. Меня такой вариант устраивает. Тем более, в нашей стране, если есть возможность у кого-то в магазине взять в оплату частями, в рассрочку, еще как-то, это вообще крутой вариант, потому что вы не будете переплачивать там никаких процентов. Ну, и, конечно же, у вас есть полное гарантийное обслуживание, если у вас вдруг что-то наворачивается, вам его по месту меняют. Я даже знаю такие случаи, когда на соревнованиях у нас кто-то катался, это по треку было, у него там сломалась ось, он показал все фотографии, все дела, ему, он там себе купил уже на соревнованиях в Европе, поставил другую ось. В конечном итоге, потом ему вернули деньги за эту ось. То есть, есть даже такие случаи, это здесь гарантия, здесь другое будет отношение к тому, что вы покупали. Если с покупкой в Германии велосипедов тоже такие условия и там очень сильно идут навстречу в этом плане, то это довольно-таки круто, действительно, можно было бы задуматься. В любом случае, круто, что у всех есть выбор и если вы, например, даже находитесь уже прямо в Германии, видите, что продается этот вел, вы пощупали, он вам нравится, все круто. Почему бы и нет? Я думаю, можно взять и привезти его. Если же у вас есть на руках вся сумма и вы сидите, собираетесь уже покупать, то, конечно, взвешивайте по поводу сроков, доставки, гарантии, всего того, что я перечислил. В любом случае, у вас есть выбор и это здорово. Главное, что вы купите себе вел и будете на нем кататься. А это самое основное. Напомню вам о промокоде Стэн Степаненко, который дает вам 7% скидки на все, что есть в магазине Ябайкер. Я сейчас нахожусь в этом магазине и промокод вы можете сказать прямо здесь, находясь или же ввести его на сайте, так как на сайте товаров намного больше и выбор шире. Хороших вам покатушек и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok